Как человеку научиться описывать истину без лжи? Как делать человеку, если он хочет сообщать людям только правду и не говорить лжи, не приукрашивать и ничего не добавлять от себя, но у него не получается сообщить именно так, как есть? Человек как бы не умеет подбирать правильные слова для описания событий. Что ему делать? Может, Вы можете посоветовать книгу? Пожалуй, да. Пожалуй, смогу. Книга, правда, называется «Снежная королева» Ганс Христиан Андерсон. Эти бесы несли из зеркала, уронили его, оно разбилось на множество осколочков. И каждому человеку этот, кому-то попал, кому-то не попал, осколок. И после этого он стал все видеть совсем не так, как есть на самом деле. Ганс Христиан Андерсон, конечно, в этом отношении очень точно описывает эту ситуацию, вашу проблему. Замечательно просто описывает. Вот смотрите, что Вы здесь делаете ошибку. Что делать человеку, если он хочет сообщать людям только правду, не говорить лжи, не приукрашивать, ничего не добавлять от себя, но у него не получается сообщать именно так, как есть? Вот здесь уже я не согласен. Именно так, как есть. А как есть? Вы понимаете, что так, как есть, это вот так, как есть, но существует объективная реальность, а есть восприятие нами объективной реальности. Иными словами, проще говоря, если Вы увидели что-то, какое-то событие, то Вы восприняли его не так, как оно есть на самом деле, а так, как Вы его восприняли. Потому что оно все равно преломится через Ваш вот этот вот хрусталик, понимаете? Вы его все равно увидите как-то по-своему. И будет пять человек, и каждый видит по-своему. Потому что никто из них не увидит полной истины. Они все по-своему чуть-чуть ее воспримут, чуть-чуть ее исказят. Это невольно происходит. Это вот как, если, например, поставить действительно какое-то стекло розовое, то Вы будете видеть мир совершенно в других тонах. Или зеленое поставить тоже будете видеть совершенно по-другому, цветные стеклышки. Так вот, вся объективная реальность, которая нас окружает, как Вы говорите, истина, правда, истина, мы ее воспринимаем, уже преломляя через призму собственного опыта, собственных грехов, собственных ошибок. И она у нас отражается каким-то образом, но мы думаем, что мы постарались ее объективно увидеть. И пытаемся ее сказать еще и другим людям. Но она уже изначально не такая уж и истина. Поэтому ничего не приукрашивать, ничего не добавлять. Ну, не приукрашивать, может быть, и получится. А вот ничего не добавлять от себя вряд ли получится. Потому что все равно Вы будете говорить уже то, как Вы понимаете. Вы это уже через себя пропустили, и Вы уже из себя это говорите, а оно в Вас немножко другое, чем есть на самом деле. И взять поправку не получится, потому что Вы не знаете, в какую сторону и сколько нужно брать поправку. Это вот такие столпы, как преподобный Сергий Радонежский, я думаю, что да, они могли, может быть, воспринимать это очень чисто у них, наверное, как слеза. Они, наверное, воспринимали как-то все это очень-очень правильно. А мы нет, у нас в этом отношении проблема. Плюс действительно не хватает инструментария, то есть слов не хватает для того, чтобы выразить эту мысль. Получается, что когда мы выражаем эту объективную реальность, ну, как нам кажется, она уже немножко не объективная, она уже немножко субъективная. Когда мы ее выражаем, человек нас слушает, он тоже воспринимает это через призму уже своих хрусталиков. А еще и нас плохо получается выразить мысль, тогда совсем дело дрянь. Вот сколько я Вам сейчас наговорил, это как раз попытка высказать своими словами мысль, которую я хотел до Вас донести. Не знаю, получилось или нет. Это тоже иллюстрация того, как сложно бывает сказать простые вещи. Человек ругает меня, что я томлю с ответом. Следующий вопрос даже не вопрос. Ну, куда деваться? Не могу быстрее отвечать. Отвечаю максимально, насколько успеваю. Может быть, сейчас буду побыстрее, потому что прошло у меня очень серьезное мероприятие. Может быть, мне получится отвечать чаще и быстрее. Сегодня было большое мероприятие. Почему гиблии глаз предрьевича? Уминник? Уминнику.